К нам приехала родственница Настенька. По-моему, ей всего шестнадцать. Я узнала главную тайну. Это Настя беременна. Причём её даже выгнал родной отец из дома. Она сказала, что беременна от моего краша Олега. Я не поверила. Захотела всё рассказать маме, чтобы она выгнала её из нашего дома. Но она настроила маму против меня. Наврала, что беременна не она, а я. Кажется, из дома выгонят меня. Настя в последнее время вела себя очень странно. Она бегала по улице и ела из мусорки. Да и вообще, однажды у неё вырос живот. И было сразу ясно, она беременна. После этого на неё начала свететь крыша. Она стала есть со страшной силой. Всё, что можно, нельзя. Она ела консерву с палочками, огурцы со сгущёнкой, даже землю от цветка. Хорошо, цветок удалось спасти. А вот моего единорога нет. Дома был пустой холодильник. Эти беременные вообще чокнутые, говорила я Риске. Дуача, дуача. Давай сходи на улицу. Принеси Насте снег. Она хочет попробовать вкус снега. Какого фига? Хорошо, хоть снег был на балконе. И на улицу не надо было идти. Но, к моему великому сожалению, снег растаял. Сходила на улицу, набралась снег. Отец вообще спрятался в туалете, чтобы её не видеть, пока она не родит. Настя очень громко слушала музыку. Причём Моргенштерна. Мам, там у меня в комнате музыка играет. И я не могу делать уроки. Ну и что? Эй, ну это же Моргенштерн. Боже мой, да пусть слушает. Отлично. Мне ты его слушать не давала. Это не она хочет, а ребёнок. Как же она меня бесит, когда это всё закончится. За 10 лет работ... Подруга, слушай. Но на тебе вообще лица нет. Ты такая сонная. Да капец, Лизка. Это Настя вообще с ума сошла. Постоянно ей что-то надо. То ананас ей ночью купи. То сказки ей почитай на ночь. Бесит. Да, она ещё и алгебру пропускает, я смотрю. Дома я всё чаще стала наблюдать, что к нам приходят учителя. Вообще все учителя. Я спросила маму, что это всё значит. Мама сказала, что Насте трудно ходить в школу. И они учат её дома. Я сказала, круто. Мне тоже трудно ходить в школу. Почему меня никто не учит дома? Обо мне вообще все забыли. Теперь всё покупалось для Насти. Точнее для её ребёнка. Так, семейство. Так, Настенька. Я тут купила тебе, значит, витаминчики. Тут вот яблочки купила. Вот. Апельсинчики вот купила. Отец. Наушники. Спасибо, чётя. Фрукты как раз мне не помешают. В смысле, мам? А мне ты что купила? У меня же ещё есть дочь. А тебе? А тебе я купила... О! Конфетку. Настя настолько обнаглела, что предложила маме рожать дома. Да-да-да, Настенька. Я полностью с тобой согласна. Будешь рожать дома. Сейчас в этих роддомах всякое может быть. А дома ты под нашей защитой. Да-да, тётя. Я бы хотела рожать дома. Стоп-стоп-стоп. Как это рожать дома? Доча. Настя будет рожать дома. И точка. Нет, я не согласна. У вас вообще-то есть подросток. Это я. И я в ближайшие сто лет не хочу рожать. Поэтому мне не нужно этого видеть. Домашние роды давно уже практикуются за границей. Мы тоже попробуем. Всё, успокойся. Пускай рожают в больницу. Нет. Отдай, Насте, конфету. Это моя. В нашем доме Настя получила всё, что хотела. Так произошло с моей конфетой. Эй, ты моя конфета. И вот наступил тот день. День, когда Настя должна была родить. На всякий случай спрятала Егора Крида под подушку. Ему не нужно этого всего видеть. Он мужчина. Сама решила свалить к бабуле. Алло. Алло, бабуль, привет. Ты не против, что я выходные проведу у тебя? Конечно, приезжай, внуча. Конечно. Как раз мне здесь навоз привезли. Некому таскать. Кстати, спасибо тебе за очки. Я теперь самая модная в деревне. Так, доча. Доча, ты закройся за мной. Я пошла в магазин. Но мама решила свалить вперёд меня. Нет, 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 нет. Не оставляйте меня с ней. Ей же скоро рожать. Слушай, я на пять секундочек в аптеку схожу и всё. Я начала ныть. Ну, как в детстве. Честное слово. Ты как маленькая. Дверь закрой. Блин, а в 10 лет это срабатывало. Зашла, посмотрела, что там делает это беременная. Что? Настя ела крупу и смотрела ужастики. Ты смотришь ужасы? Ну да. Мне стало скучно, я решила посмотреть ужасы. Что в этом такого? А тебе разве можно? Ну, как бы я думала, что беременную слушать классическую музыку и больше отдыхают. Ни за что не поймать их беременной. Не решила поспать. Слышишь? Просыпайся. Кажется, кажется, я рожаю. От страха. Я забыла, где нахожусь. Интересно. Прямо медбратья там симпатичные? Скажи ему, чтобы он подождал. Родители скоро придут. Да он не слушается. Блин, ну придумай что-нибудь. Скажи, что сейчас корона. Что капец опасно сейчас появляться. Ты знаешь, как бы я тоже не в восторге, что сейчас рожаю. Я же даже накрашена. Боже мой, где зеркало? Где зеркало? Что делать? Я спросила у Гугла, что делать, если рожаешь? Гугл говорит, не знаю, он мужик. Надо спросить у Алисы. Я проснулась в темноте. Что это было? Включила свет. Настя, ты чего? Выключи свет, он мне мешает. Ты здесь? Я буду зашла сумерки посмотреть. О, у тебя нет живота? Какой живот? Ты чего? Я же не беременна. Так это был просто сон. И ты, конечно же, не беременна, да? Ложи давай спать. Ну и сны тебе снятся. Фух. Ну и приснится же такое. Ситуация? Такси. Фух. Как хорошо, что это был сон. Или это был вещи сон. Эй, подождите, еще не все. А вот комментарии, которые я выбрала рандомно. Если ты хочешь попасть в мое видео, пиши самый прикольный комментарий. И он будет в моем видео в следующем видео. Угу, да. Ну, если вам нравится сериал, то обязательно ставьте пальчик вверх. А также уже завтра выйдет еще одно видео. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну, увидимся очень скоро. Я всех целую, обнимаю. Пока. У моей дочери в шкафу? Она что ж, беременна? Ах, да, я раскрываю, к тому же это от вас. Ну, я и устрою. Я придумывала, как отмазаться от домашки по алгебре. Проще, конечно, ее сделать, скажете вы. Но математичке никогда не нравится моя домашка. Она ставит одни двойки. Бесит. А может пойти другим путем? Что, если взять лопату, уехать в лес на отцовской машине, вырыть яму и закопать там математичку? Так, куда-то меня понесло. Решила отвлечься и пошла на кухню. А вот и главный смысл моей жизни. Даже не смотри на меня. Хватит жрать. Завязывай. Тссс. А ну тихо. Не возмущайся. А то сейчас слова важной новости. Опять распродажа где-то поблизости? Нет. А что, где-то есть? Откуда мне знать? Я кроме этой учебы Света Белого не вижу. Май, не начинай, а, ныть. В твое время я еще с тремя братьями сидела. Уроков где-то вообще некогда было. На улицу вообще не ходила. А до школы идти было, это вообще кошмар. У вас сейчас что рядом? Остановка. Автобусы. Тогда автобусов не было. Как занесет дорогу? На кошелек. В другом лес непроходимый. Волки выли. Ветер был сильный. В гору лезло. В джунглях, в бескрайних джунглях. Лев крепко, крепко спит. И вообще, доча, я как бы не по этому вопросу и не за этим к тебе пришла. К нам приедут гости. Поэтому нужно тебе все здесь убрать. Кто это? Ну, это твоя сестра. По линии четырехюродного деда с Волгограда. Дед Степан. Ну и окей. Зачем она приезжает? А черт ее знает. Чего она приезжает? Ну, не откажу же я. Поэтому. Ну и круто. Если что, сели ее к малому. Потому что у меня нефиг делать. Чего? Дальше у нас с мамой начался спор. Мама сказала, что она будет жить со мной. Чтобы я освободила для нее шкаф. Ну, а я сказала, что она будет жить с малым. Ибо нефиг нафиг. Раздался на ногу дверь. Приехала она. Настенька. Сестренка моя любимая. Которую я никогда не видела. Тетя. А этот подарочек тебе. Она сразу начала подмазываться к маме. И влезла к ней в доверие. Ой, прости. А для тебя у меня ничего нет. Нет. Я не знала, что у тети есть дочь. Но я чуяла. Что-то с ней не так. Слишком слащавая. Вообще она мне не понравилась. Она показывала свои дипломы. Тетя. Вау. А можно еще, пожалуйста, ваш борщ? Такой вкусный. Да, конечно, моя пташечка. Сейчас я тебе наложу борщица. Тебе так понравилось. Так рада. Хоть кто-то оценил мой труд. Мама нарадоваться не могла, что хоть кто-то ест ее стряпню. Она сразу же начала убираться дома. Что вообще за бред? Да говорю тебе, Лизка. Она какая-то странная. Слушай, перестань всю дню нести, а? Ты алгебру сделала? Завтра же у нас контрольная. Да не до алгебры мне. Нафиг она приехала? Сто лет ее не было. А сейчас нарисовалась. Я выведу ее на чистую воду. Лизка считала, что я придираюсь. Мы попрощались. Я вдруг услышала какой-то шум в туалете. Кого-то жестко тошнило. Ну еще бы. Есть мамину стряпню без последствия. Было нельзя. Сама не понимая, я подошла к туалету. Ты что? Подслушивала за мной в туалете? А ты что? Чем ты болеешь? Да нет. Тогда почему тебя постоянно тошнит? Я просто так на воду реагирую. Меня постоянно тошнит, когда я приезжаю в другие места. Понятно. Слушай, ты в моей комнате здесь жить не будешь. Поэтому забирай свои вещички и иди к маме, раз вы так хорошо и мило ладите. Что это? Это тест на беременность? Ты что, беременна? Так вот. Почему тебя все время тошнит? Подожди. Это не то, о чем ты думаешь. Точнее, то, но я тебе все объясню. В общем, его звали Олег. В него влюбились все девчонки нашего села. Ну и, конечно же, я тоже. Олег, он не был создан для любви сначала. Он хотел тусить, гулять. Но когда он видел меня, то он сразу понял, что все. Он нашел свою судьбу. Я не понимала, что я беременна. Я думала, что я просто отравилась. Ага, а толстея, потому что поела немножко жирненькой сметаны. Но потом, когда я поняла, Олег уехал. И я не смогла ему об этом сказать. Правда, я сказала об этом отцу. И он ужасно разозлился и выгнал меня из дома. И что? Ну и нафиг ты к нам-то приехала? Ты не понимаешь? Я приехала к вам, потому что узнала через знакомых, что Олег учится в твоем классе. Мне нужно сказать ему, что у нас будет ребенок. Чего? И тут до меня дошло. Так она говорит про моего Олега. Про Олега, с которым мы с пятого класса встречаемся. Нет, стой, стой. Это не может быть мой Олег. Ты лжевая врунье. И когда мама приедет, я все ей расскажу. И тебя выбрут из этого дома. Понятно? Я представляла, как топлю эту Настеньку в ванной. Как она могла покуситься на моего Олега. Но я ей устрою. Настенька, привет. А ты мою дочь безмозглую не видела? Весь день ее ищу. Нет, я не видела вашу дочь. Но она какая-то ходила в последнее время расстроенная. Грустная? А что она грустная-то? Еда, что ли, во всем мире закончилась? Знаете, мне вам нужно кое-что рассказать. Да, вот посмотрите вон туда. А что это? Тест на беременность? Этот тест вашей дочери. Две полоски? О, батюшки. А что ж? Да. Я нашла, когда рос у нее в вещах. Простите меня, конечно, я знаю, это нехорошо рыться в вещах. Но, блин, я думаю, что вы как мать должны об этом знать. У моей дочери в шкафу? Она что ж, беременна? Да. Я раскрываю, к тому же это от вас. Ну, я ей устрою. Эй, подожди, ведь еще не все. Как понравилось видео, если вы хотите продолжение и знать, что же случилось, тогда скорее ставьте пальчик вверх. Тогда я пойму, что вам интересно и буду снимать дальше на эту тему. Ну и всем хороших выходных. Люблю вас, обнимаю. Пока.